Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И у нас сегодня, как вы догадались, из названия распаковка нового китайского проектора, которого я купил на сайте Тинни Дил. Кто захочет посмотреть подробные характеристики, смотрите в описании, смотрите в всплывающих аннотациях. Если захотите заказать, также вот там внизу в описании к видео есть линк на страничку, где вы сможете купить его. Ну и напоминаю, что у меня есть старый проектор, вот такой же китайский, его обзор, ему год, больше чуть года, его обзор есть также в описании, вот здесь в всплывающих аннотациях. Есть обзор после года эксплуатации, ну и прошел год, соответственно, я решил обновить планшет. Тем более, что этот стоит сейчас около 50 уе на сайте Тинни Дил, а этот стоит около 75, кстати, со скидкой, потому что изначально он стоит дороже. Ну и, как вы видите, здесь дата отправки 2015, декабрь 2018. На самом деле, он мне приехал 30-го, пройдя всего 12 дней. Вы видите здесь также цену, кто обратил внимание, 43, на самом деле он стоит, да, 75. Это любимая фича китайских магазинов. На самом деле, в Тинни Дил вы можете попросить указать другую цену. Я не указывал, они сами указали. Так что, кто всегда спрашивает, как сделать так, чтобы таможня не цеплялась, попросите просто. У вас лимит до 150, например, долларов, укажите, попросите, чтобы указали дешевле планшет, но тоже 150 или 130 долларов или евро цены доставки. В любом случае, я за него не платил. А мой, кстати, второй заказ, который был отправлен раньше, напомню, что у меня есть такой девайсик, как Teclast X80 с новым процессором Intel Atom X5. Также я заказал Teclast X16 Power с новым X7 процессором. Он до сих пор стоит в аэропорту России в Париже, да, то есть не долетел. Не долетел, вернее, долетел, но до сих пор не доехал. У французов с 23 числа начались рождественские праздники, и он до сих пор там. Но я надеюсь, мы скоро его распакуем. Ну, а давайте теперь открывать и сравнивать эти два устройства. Со мной, как всегда, мой любимый ножик швейцарский. Ого, как запаковали. Швейцарский ножик, который позволяет нам эффективно открывать все и вся. Жаль, что я в этом году не летал в Штаты. Там, кстати, спрашивали меня, полечу ли я в Саудовскую Аравию. Может быть. Пока непонятно. Да, как вы знаете, в Саудовской Аравии поменялась и власть, и все остальное. Поэтому... Так, а как бы его так вскрыть? Поэтому не знаю. Но бороду пока не брею. То есть, если вы увидите меня без бороды, значит, я не лечу в Саудовскую Аравию. А с бородой, чтобы не выделяться на публике, как среди своих, да. Напомню, опять же, путевые заметки из Саудовской Аравии тоже есть у меня на канале. Ну что, готовы? Давайте, о, как всегда, выкинули переходник. А у меня этих переходников уже дофига и больше. Красивая белая коробочка. Даже вот, смотрите, ух, как тут все запаковали. Да, и тут придется резать, понимаешь. Так, сейчас, слушайте. Кто говорит, что это надо вырезать из видео, я считаю, что не надо. Проектор компании Tronfi. Оказывается, это бренд, китайский бренд LED-проектор. Вот мы сейчас его увидим. Вот так вот он красиво у нас выглядит. Можем даже наехать, посмотреть, что у нас есть. У него есть все, что есть и в предыдущем, в принципе, проекторе. Аудио, видео, вход в EGA, вход в HDMI, понятно. USB. Он умеет читать с USB флешек. У него есть SD. Тоже умеет, да, подключение для наушников. Он LED-овский. При этом у него заявлено, хотя я не верю китайцам, но все-таки у него заявлена мощность на выход где-то тут в 10 тысяч, в 10, в тысячу люмен. Что у нас здесь? Поддержка форматов. То есть он проигрывает аудио и видео. Видео в фулл формат саппорт. Я так и не понял, что они имели в виду. Ну, наверное, круто. Еще открывает текстовые файлы, режимы VGA и режимы HD. Режимы HD у него... Full HD есть? Чего-то я... Ну да, вот он. 1080p и нестандартные режимы, что тоже очень хорошо для подключения различных устройств. Ну и плюс, опять же, VGA. Родное его разрешение это 800 на 480. Напомню, у предыдущего это было 480 на 320. Как он работает, я думаю, вы уже посмотрели. Ну что ж, и теперь пришло... Ага, вот еще характеристики. Здесь они у нас, как вы видите, полная спецификация. ТФТ-LCD, 1000 люмен, контрастность 1000 к 1, 800 на 480, максимум 1920 на 1080. Ледовский, 30 тысяч часов лампы. Расстояние от 1 до 3 метров. У него ручной режим фокусировки. До 130 инчей он способен делать картинку. Я, конечно, уверен в этом, но все-таки разрешение 16 к 10. Отображение цветов. 16 тысяч цветов, да, не 16 миллионов цветов. Коррекшены, можно наклон корректировать. Тоже хорошо, потому что в предыдущем не было. Порты USB, SD, VGA, HDMI и AV. USB, 5 вольт, да, то есть он, я так понимаю, еще и может заряжать устройство по дороге сам по себе. Музыка, текстовые файлики, меню на 25. Единственное, что смущает, это 0,9 килограмма. Ну что ж, посмотрим. Еще одна вещь, почему я выбирал, кроме скидки. А напомню, в описании к видео есть линк на страничку, и там же найдете скидки. По-моему, сейчас скидка на него 25 или 27%. Так вот, это дизайн. То есть дизайн мне понравился. Наверное, он открывается вот так вот. Коробочка, кстати, прикольная. Прикольная коробочка. Давайте достанем. Ага, и вот так вот, наверное, все это, да, пусто, больше нет. А, но, слава богу, он хоть меньше, чем я ожидал. Хотя на фотографиях нельзя ничему мерить. Верить, пульт управления такой более простой, чем у предыдущего. Где, кстати, я от него делал пульт управления, непонятно. Но, в любом случае, у него нет телевизионного сигнала. Поэтому, я так понимаю, народ и не решил. Да, зато есть кнопочка Zoom, например. Что у нас еще? Шнурок, стандартный шнурок, AV-шный. Таких у меня уже дофига и больше. Но это, опять же, запас карман не тянет. Блок питания. Вот в чем он такой тяжелый. Блок питания, я так понимаю, встроен у него в девайс. Переходник мне далее. Спасибо большое. Далее, что у нас здесь? Далее, у нас здесь сам проектор. Проектор у нас в действительности небольшой. Не знаю, видно, не видно. Насколько он большой или небольшой. Я приготовил. Ну, мышка, понятно. Ножик, понятно. Никому. Это 6-дюймовая Nokia Lumia 1520. Вот он такого размера. Тяжеловатистый, да. То есть, фактически, он почти как 6-дюймовый телефон по длине. Ну, и чуть-чуть меньше, чем 6-дюймовый Tronfi. Да, Tronfi. Холод Максим. Поздравляю, холода Максима. С днем рождения. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Так, подставочка. Но, учитывая его вес, мне как-то теперь стремно его держать на том, что называется штатив. Разберемся. Сзади, я так понимаю, у него пульт дистанционного управления, в смысле инфракрасный порт, в смысле VGA. Вот они здесь четко просматриваются. Сбоку у нас есть разъем под SD-шку. Два порта наушники и аудио-видео. Это, я так понимаю, подключается сюда. Наушники. Ну, и, в принципе, слабенькую колонку тоже. Кстати, у него встроены динамики. Два встроенных динамика. Не указано, с какой мощностью они работают. По-моему, по 8 ватт каждый. Я, кстати, не верю в эти 8-ваттные вещи. Да, не указано. Но, бог с ними, как говорится, на их совести. Да, смотрите. USB и Out 5 вольт. То есть, вы смотрите проектор и заодно заряжаете свое устройство. Надо не перепутать и не включить сюда случайно флешку. Видели этот прикол? Кто объяснит девушке, что флешку заряжать не нужно, да? Здесь у нас HDMI. В общем-то, и все, я так понимаю. Подключение. Далее у нас есть регуляторы. Непонятно чего не подписали. Я так понимаю, один из них. Ой. Размер. Ага. А второй у нас фокусировка. Ну и стильный дизайн. Очень стильный дизайн. Я вам скажу, верхняя крышечка очень приятная, такая сюрреалистическая. Девайс, конечно, поболее будет, но я надеюсь, что и картинку он будет давать посерьезнее. Ну вот, вы видите, два. Придется таки делать полку. Кто не видел видео, посвященное предыдущему девайсу, он у меня стоит на штативе. Теперь я говорил, что надо сделать полку. Теперь уже точно надо сделать полку. Ну а напоминаю, что вот здесь вот в всплывающих аннотациях, вот там внизу в описании к видео, есть линки на обзор этого же устройства, на обзор этого. Этот намного более компактный, как вы видите. Напоминаю, что его цена составляет 50 евро, уе, да, на Тинни Дилл, а вот этого 75. Так что смотрите, 800 на 480. Ну и первую картинку я сейчас постараюсь сделать. Подключу, посмотрю. Кстати, ножки, ножки. А регулятор, о, даже регулятор есть, что тоже, опять же, не может не радовать по настройке, по высоте. И инструкция. Инструкцию, кто видел инструкцию? А, инструкция у нас суровая. Больше ничего в коробке нет, может, денег положили. User Guide, слушайте, английский User Guide, это уже круто. Escape 3.2, да. А, один из них Focus, который побольше, а второй Keystone, то есть наклон полей. Так, подключите, не закрывайте. Проджектор будет светиться. А, фокус, настройки, подключение и включение различных устройств. Ну что ж, время попробовать. Так что я сейчас быстренько все включу, что надо, а вам останется только наслаждаться. Ну что ж, давайте продолжим. Я уже все подключил. Тут такая конструкция, как вы видите, с подключенным все тем же девайсом, о котором я говорил. Рассказывал ранее, в предыдущих видео. Напомню, что здесь iKnow, это вот такой вот ПК. Кто его обзор не видел, посмотрит. Он и ПК, и у него встроенный аккумулятор, который можно использовать как рабочий и так далее. Его обзор тоже есть. Ну а мы сейчас включим проектор и посмотрим, что он нам будет показывать. И где? И что? О, смотрите, заработал. Шум мы слышим рабочий. Какую-то картинку он показывал. Я напомню, что я его сейчас использую прямо на своем рабочем месте. Это регулятор действительно параболы или трапеции. Что у нас там это? А картинку он сможет показать. Или наоборот, надо ближе. Но там написано, что от метра и до 4 метров. Соответственно, мне нужно примерно подальше его отодвинуть. Так что я сейчас... Слушайте, прикольный регулятор параболы, не электронный такой. Я сейчас его все-таки поставлю на какой-то из штативов или на какой-то упор. И дальше уже будем делать как обычно. Поэтому смотрите дальше. Ну что же, я вот поставил проектор. И вы даже слышите, как он гудит. Вот здесь вот сбоку он работает. И расстояние до картинки сейчас примерно метр двадцать. Ну, я точно не мерял, но будем учитывать его примерно таковым. Ну, сколько там кабель. Вот видите, провисает примерно в полтора метра. Но он, видите, висит себе на здоровье. Здесь вы видите работающий, соответственно, проектор. И он показывает картинку, которая, так понимаю, позволяет нам выбрать, что происходит и с чем работать. Это предел фокусировки. То есть дальше оно только размывается. Наклон картинки, как вы видите, обеспечивает просто... Я так понимаю, там линзу наклоняют. Но с другой стороны тоже легко и просто. Если простое изображение. А мы попробуем сейчас... Что мы попробуем сейчас? Правильно. Мы сейчас попробуем... О! Мы сейчас попробуем сделать input. Выберем другой вход. И нажмем кнопочку OK. HDMI. Покажет ли он нам картинку с проектора? Да, покажет. И, как вы видите, здесь у меня идет фильм. Я специально поставил тот же фильм, который шел на предыдущем проекторе. Большую, скажем так, картинку и большое тестирование я еще сделаю. Ну, а сейчас мы смотрим это все при дневном свете. То есть вы можете примерно оценить яркость. Конечно, здесь 1000 люмен нет. Но, учитывая дневной свет и учитывая расстояние, и учитывая размер картинки, вполне и вполне отлично работает тот самый проектор. То есть то, что оно размывается, это просто... Камера фокусируется не туда, куда надо. Качество изображения очень даже неплохое. А я сейчас попробую заглянуть, что там у нас с текстом. Будет ли он виден и насколько он будет виден. Будет ли читаться, если вы помните предыдущие... Да, он, конечно, выглядит более четким, но при этом не выглядит как буквы. Хотя нет, смотрите, вот при таком разрешении или таком расстоянии картинка приобретает четкость. Я так понимаю, что, в общем, у данного устройства можно оценивать, что приблизительно, ну, по крайней мере, уже что-то видно намного лучше, чем в предыдущем проекте. То есть у этого устройства, на самом деле, фокусировка примерно на 2 метра нормальная, расчетная. И желательно, конечно, полную темноту. Желательно полную темноту. Но для просмотра фильмов и тому подобное все очень даже неплохо. Давайте опять перейдем к настройкам. Input Source выберем, например, USB. И где наш USB? Ага, USB у нас нет. А мы попробуем сделать вот так вот. Я просто вынял флешку, которая есть. И сейчас заглянем, что там у нас будет в таком варианте. Вот мы его подключили. Подключили. Нажали Movie. Окей. Вот мы нашли флешку. И, как вы видите, можем передвигаться. Здесь у меня разные вещи. И вот... А, красотка Мемфиса. Вот он, фильм, как называется. Нажимаем ОК. И где просмотр? Давай брейкок клик. Что ж, инструкцию придется почитать. Ну и... А звука-то нет? Где же его обещанный звук? Он же должен давать... А, нет, есть. Я так понимаю, что управление звуком скрыто от нас вот здесь вот. Нет. Кстати... Ага. Тут еще, оказывается, много чего и много как. ...1943 года в небе над Европой разыгралась жестокая битва. Каждый день сотни молодых летчиков... Давайте промотаем. Ой, я его выключил. Блин, а что ж это такое? Чего ж он не попросил второй раз нажать? Стартует. И... Не запомнил позицию? И дальше вниз. Но в любом случае, как вы поняли, девайс работает абсолютно неплохо. Я буду его еще тестировать. Кому будет интересно, обращайтесь. Напоминаю, что вот он у нас такой. Выглядит симпатично. Я зря боялся, что его штатив не удержит. Штатив его удерживает. Вот здесь сбоку, что тоже удобно, подключается все, а не сзади. ВГАшный выход, правда, сзади и датчик приема сзади, кнопки управления. Ну и будем тестировать. Будем гонять чертиков. Посмотрим. Я напоминаю, что все это дело куплено на Тиннидил. Кто захочет прикупить, соответственно, смотрите вниз, в описании. У меня есть также предыдущий проектор. Несмотря на то, что он китайский, он вполне успешно отработал целый год и не сгорел. Часов 500 он, я думаю, отработал по полной программе. В описании к видео есть линки на технические характеристики, на обзор этого девайса. Кто захочет, пишите в комментариях. Я сниму более подробно, уже подготовившись, поставив его, скажем так, в рабочее положение обзор данного проектора. Погоняем на нем фильмы. Напоминаю, что я еще на нем гоняю и компьютерные игрушки со старого Atari. Вот здесь внизу, вернее, вверху всплывающих аннотациях есть линки. Внизу в описании тоже есть линки. Ну, а я буду прощаться. Всего хорошего. С вами был я, Игорь Шеститко. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, в каких режимах погонять. Напоминаю, что это китайский проектор по цене F75UE с разрешением родным 800 на 480 с яркостью, как заявляется, в 1000 люмен, хотя, как бы, не верится. При этом его фокусное расстояние составляет где-то полтора метра, поэтому для нормальной его работы вам придется поставить его подальше. Ну, и поддерживает, как написано, все форматы, поддерживает при воспроизведении с флешек с USB-шек, поддерживает, что еще поддерживает, музыку, есть встроенные динамики, так что, вроде, все отлично. Ну, и всем удачи, подписывайтесь на канал, всем счастливо, пока!